ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о московских замедлениях и австралийской КАЗЕ. Власти разными способами борются за безопасность движения. Целые институты с умными людьми проводят исследования разной степени глубины. В нашей стране результатом таких исследований часто бывают очередные ограничения. Вот и сейчас, изучив ситуацию на дорогах столицы нашей Родины, умные люди предлагают ограничить максимальную скорость. Речь идет о территориях внутри Садового кольца, где максимальную скорость предлагают сделать 50 км в час. По словам представителей московского правительства, авария на скорости 50 км в час имеет куда менее тяжкие последствия, чем авария на скорости 60 км в час. Представляете, эта аксиома существует десятилетиями, а в Москве о ней узнали буквально на днях. Но это еще не все веские аргументы. Недавно в центре начали менять знаки на маленькие. Большие портили исторический образ города, да и вообще мы хотели, как в Брюсселе. Так вот, выясняется, что на высоких скоростях они читаются хуже. И это еще одна очевидная вещь, для понимания которой понадобилось исследование. Ситуация не была бы столь комична, если бы не Коап, который позволяет превышать максимальную скорость на 20 км в час. Таким образом, водители будут спокойно ехать свои 70. Последствия столкновения на такой скорости можно увидеть, посмотрев видео с любого краш-теста. Поверьте, мало не покажется. В Австралии тепло, поэтому там можно заниматься всем чем угодно. Четыре велосипедиста вооружились навигационным приложением и поехали кататься. Ну, что в этом плохого? У них был хитрый план — использовать навигаторы в качестве кистей, которыми они создадут прекрасную картину на экране приложения. Создали они действительно уникальную картину, а именно — козу. Для того, чтобы нарисовать животное, они проехали более двухсот километров, изредка останавливаясь поесть. У каждого из велосипедистов было задание — рисовать определенную часть козы. Один — голову, другой — копыта. На создание шедевра товарищи потратили почти семь часов. Ну вот откуда у людей столько свободного времени? Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин.